В период неустойчивых температур коммунальщики должны обходить дома ежедневно и убирать лед своевременно. Но глядя на величину некоторых ледяных наростов появляются сомнения. Ступала ли здесь нога подрядчика? И таких крыш в городе сотни. Мама встает вот здесь, открывает подъезд и говорит ей беги. Она скорее бежит. Выбежала, сердце, руки трясутся у ребенка. Вот так женщина описывает путь внучки в школу. Девочка ежедневно рискует здоровьем. Ледяной чистокол на крыше, растущий не по дням и по часам, держит в страхе жителей дома на Мельчакова-16. В прошлом году рухнувшая глыба повредила козырек. Кстати, его до сих пор никто не отремонтировал. По словам жителей, управляющая компания уже давно забросила эти двухэтажки, кормя их обитателей завтраками. Есть опасности в том, что может не выдержать старенькая крыша. Само здание два года назад признано аварийным. И вот в этих письмах черным по белому написано, что все сгнило, перекрытие сгнили, стропила сгнили. То есть в любой момент крыша может просто-напросто обрушиться. И весь второй этаж нас задавит. Признаки разрушения налицо. Повсюду трещины и протечки. И вот так вот все бежит и в коридоре, и у нас в квартире, и во всех комнатах. А в соседнем подъезде вообще обвалился потолок. Крыш обвешанных сосульками в городе масса. Ледяные наросты угрожающе нависают аккуратно тротуарами. Напомним, случившееся прошлой зимой. С крыши дома на Калинина-23 сорвалась глыба льда. Упала на 17-летнего Никиту Андреева и сделала его калекой. В одной из районных администраций нам привычно сообщили, что ответственность за содержание крыш лежит полностью на управляющих компаниях. Это техническое состояние кровли, ее теплоизоляция. То есть если теплоизоляции никакой нет, то соответственно с весом они будут практически нарастать в ежедневном режиме. С управляющими компаниями мы встречаемся еженедельно на штабах. Соответственно, нерадивых наказываем рублем. С начала этого года на действия, вернее бездействия управляющих компаний ежедневно составляют десятки протоколов. Бюрократическая система работает, но сосулек от этого меньше не становится. Екатерина Леонова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.